Брестский научно-технологический парк, в котором сегодня зарегистрировано 69 резидентов, существует с 2012 года и на протяжении этого времени постоянно развивается. 2020 год для специалистов технопарка был непростым, но при этом достаточно продуктивным. Новые реалии подтолкнули его резидентов на воплощение необычных идей, которые пойдут на пользу людям. Это и печать на 3D-принтере, комплектующих для создания защитных экранов медикам, разработка программно-аппаратного комплекса для медицинского персонала и многое другое. Мы вчера закончили формировать годовой отчет и технопарка резидентов. То же самое интересное, мы все-таки не стали ниже, чем в 2019 году по показателям, мы даже немножко выросли. То есть, условно, этот год все-таки людей в определенном смысле сплотил, и в определенном смысле вот эти все трудности, которые выпали на прошлый год, они все-таки людей закалили. И за последний год, который практически там уже с весны начались потрясения, связанные с ковидом у медиков на внешних рынках, на самом деле этот год для технопарка, для резидентов, он в некоторых случаях где-то действительно очень сложный, где-то он довольно успешный оказался. Дмитрий Макарук – один из представителей Брестского региона на 6-м Всебелорусском народном собрании. У этого человека есть четкие предложения и инициативы, которые он готов озвучить на собрании. Ему есть, что предложить. Ведь учредители закрытого акционерного общества собирают под своей крышей инновационно-активные предприятия, способные поднять научную составляющую экономики региона на новый уровень. А потому и преследуемые им цели связаны с развитием. Я еду на это собрание с такой же целью, как у меня в каждый день цель на рабочем месте – это развитие. Это развитие, это помощь людям, которые хотят что-то делать, причем делать не просто заработать условно. Мы говорим о том, чтобы развивать регион, развивать страну. Опять же, являясь страной, не обладающей существенными природными ресурсами, как я смеюсь, под нами море нефти нет. Мы обладаем главным ресурсом – это человек. То есть, как раз человеку необходимо давать возможность развиваться, чтобы он от этого получал и финансовую материальную отдачу, и моральную отдачу, то есть, чтобы он от этого получал удовольствие. Дмитрий Макаровск сможет достойно представить Брестский регион и предложить дельные инициативы. В скором будущем, а именно 11 и 12 февраля, идеи и предложения делегатов будут представлены на 6-м Всебелорусском собрании и, возможно, получат отклик. Продолжение следует...